С 1 сентября этого года 20 новых троллейбусов с увеличенной дальностью автономного хода начали курсировать по измененному маршруту номер 29 от остановки общественного транспорта Александра Чистякова в Кировском районе до жилмассива Новомарусина в Ленинском. Не так давно на новом троллейбусе проехал и мэр Новосибирска Анатолий Локоть. У меня есть отчет, что я заплатил сейчас. Каким образом вы проверяете? У нас есть терминалы. Мы заходим, они только чисто для проверки терминалов. Прикладываем к терминалу и там написано, даже время показано, во сколько вы оплатили эту поездку. Очень радуется, что запустили новые троллейбусы. Ваша оценка пассажиров много? Пассажиров очень много на этом маршруте. Ну вот, на этом маршруте. Да, очень много. Он заполненный? Да. Особенно сейчас пик, оно вообще битком идет. Битком идет? Да. То есть это востребовано? Да, очень большое востребовано, особенно и Чистяково. Ежедневно новые троллейбусы перевозят около 11 тысяч пассажиров на маршруте от остановки Александра Чистякова в Кировском районе до жилмассива Новомарусина в Ленинском. Ездим на этом маршруте каждый день на работу. Как только запустили его с первого числа, что у нас будет один автобус 24-й, это было не очень удобно. Особенно сейчас пик. Это невозможно было уехать и приехать. А сейчас очень комфортно. Работу троллейбусов с увеличенной дальностью автономного хода уже оценили и водители. В сравнении, конечно, машина мягче, плавнее, удобнее, в комфорте она. Ну, вообще, новая машина, есть новая машина. Да, новая всегда хорошая. Да. А комфорт очень хороший. Для водителя удобство, торможение, безопасность – это все самое главное, здесь все есть. Протяженность нового маршрута – это 19 километров, 7 из которых троллейбус работает в автономном режиме. Интервал прибытия в час пик – 8 минут, в межпиковый период – 12. Сейчас этот маршрут очень важный. Это маршрут левобережья из Кировского в Ленинский район. Я специально решил проехать сам, чтобы проверить, посмотреть какие-то особенности, познакомиться, как чувствует себя пассажир на новом маршруте. И вы видите, пассажиров довольно много. То есть это востребованный маршрут, и он решает важнейшую задачу жителей удаленных районов. Троллейбусы оснащены информационным табло, терминалами для оплаты. На дверях установлены кнопки адресного открывания двери, которые позволяют в холодное время открывать только одну из трех дверей. В первые дни работы нового транспорта на линии работают и консультанты, которые помогают пассажирам войти в салон троллейбуса и произвести оплату. Новосибирск стал одним из первых российских городов, где приступили к масштабному обновлению муниципального троллейбусного парка. До конца 2023 года на маршруты общественного транспорта мегаполиса планируют выпустить 120 новых низкопольных троллейбусов с увеличенным автономным ходом. Горэлектротранспорт готов принять и 120, и даже большее количество. Емкости депо позволяют. Четыре троллейбусных депо Новосибирска, емкость 400 машин. До конца года, если все планируемое сбудется, планируем запускать маршрут номер 8 с продлением до пединститутов. КОНЕЦ